Транспортная революция. Красноярский губернатор предложил изменить схему работы перевозчиков. Красноярские архитекторы остались без работы на универсиаде. Он тратил деньги со скоростью 200 тысяч в час. Василий Саукашевич попытался повторить путь губернатора Сахалинов. И у города теперь есть генплан. Это только первая часть бурных обсуждений. Это воскресные новости. Здравствуйте, меня зовут Илья Зайцев. В ближайшие 30 минут свободно без цензуры о том, что на самом деле произошло за эти 7 дней. Мы начинаем. Скончался великий сибирский писатель Валентин Распутин. Он ушел из жизни за день до своего дня рождения. Сегодня ему бы исполнилось 78. В связи писатели рассказали, что уже несколько месяцев Валентин Распутин наблюдался в московской клинике. То лежал в больнице, то выписывался. В последнее время ему стало хуже. Четыре дня писатель был в коме и скончался, не приходя в сознание. Он был героем социалистического труда, лауреатом государственных премий СССР и России. Распутин относит к представителям так называемой деревенской прозы. Само известное его произведение «Прощание с матерой», «Уроки французского», «Последний срок», «Живи и помни», «Пожар». Сейчас решается вопрос о похоронах писателя. Скорее всего, прощание пройдет в Москве, а похоронят его на родине, в Иркутске. Также сегодня стало известно, что патриарх Кирилл лично совершит отпевание писателя. А теперь к событиям красноярским. В городе началась транспортная реформа, которая может стать как транспортной революцией, так и транспортной эволюцией. Губернатор края Виктор Толоконский на этой неделе поручил мэрии оптимизировать маршрутную сеть Красноярска. В мэрии услышали, необходимо сокращать автобусные маршруты и число машин в рейсе. Но это ли имел в виду губернатор? Прямо сейчас об этом поговорим с Дарьей Тарасенко. Она в прямом эфире. Даша, так речь про сокращение маршрутов или что-то другое? Илья, не только это и это не главное. Накануне новостям ТВК удалось записать эксклюзивное интервью с главой региона на эту тему. И Виктор Толоконский подробно объяснил, как он видит работу маршрутного транспорта в нашем городе. Ну, во-первых, все автобусы должны придерживаться, четко придерживаться графика, чтобы не было гонок. Во-вторых, должны быть специальные пересадочные пункты, чтобы человек мог пересесть на другой автобус, но при этом заплатить только раз. Отдавать деньги пассажиры, возможно, будут не перевозчику, а в некий единый центр. Давайте послушаем, что сказал губернатор края. Должны быть проездные карты, проездные документы, которые не поездку оплачивают, а действуют в какое-то время. Вот есть у меня там полтора-два часа. И независимо от того, сколько я сделал пересадок, сколько я сделал поездок, у меня стабильная оплата в это время, чтобы мне приехать на работу, уехать с работы было удобно. Не исключаю, что мы где-то даже попробуем, чтобы транспортным компаниям, перевозчикам оплачивать не граждане будут по своим поездкам, а будет единый заказчик, который оплатит маршрут. Вот он маршрут точно выполнил, система ГЛОНАСС позволяет это хорошо сделать, и он получил какие-то средства, а уже средства от транспортных карт проездных получает этот заказчик. То есть как бы становится такой единый, не каждый гражданин заказчик, а становится единый городской заказчик, который попробует организовать работу таких маршрутов. Я убежден, что если мы спросим красноярцев, где бы они в первую очередь ждали изменений, то дороги, пробки, транспорт, безопасность будут достаточно актуальной темой. Вот почему мое распоряжение. В общем, как сказал губернатор, он призывает всех к коллективному творчеству. Глава региона хочет, чтобы в обсуждении транспортной схемы активное участие принимали сами жители. Что изменить, как? Сейчас этим вопросом занимается мэрия, конкретно департамент транспорта, поэтому туда можете направлять свои пожелания и предложения. Илья? Да, Даша, а как на это отреагировали перевозчики? Ведь они давно говорили, что за 19 рублей ездить не будут и нужно маршруты сокращать. Илья, перевозчики двумя руками заговорят, что изменения назрели давно, и первое, что бы они сделали, это убрали дублирующие маршруты. Пассажиропоток падает, поэтому столько маршрутов, по их мнению, уже не нужно. О том, что в организации общественных перевозок назрели перемены, говорят и ученые. Например, доцент кафедры СФУ Александр Фадеев уверен, нужно менять не только схему, но и тарифы. Для реорганизации маршрутной сети обязательным условием является реорганизация тарифной системы. То есть тарифная система должна быть не за поездку, а как во многих странах принято, за определенное время. Когда в течение, допустим, часа пассажир имеет право ехать по одному билету с пересадками, и в этом случае, уже убрав финансовое давление на пересадочность, мы можем тем самым обеспечить оптимальную маршрутную сеть. В общем, изменения неизбежны, и будем надеяться, они будут все-таки положительными. Рассмотреть вопросы, предоставить идеи по оптимизации маршрутной сети администрация города должна к 1 июля. Но процесс будет длительный, видимо, власти все-таки не пойдут по пути, придумал сегодня, а завтра сделал. Губернатор надеется, что к 2019 году мы увидим уже первые результаты. Илья. Спасибо большое, Даша. Уверен и могу уверить наших зрителей, что новости ТВК не останутся в стороне от этого обсуждения. Уже завтра в новостях ТВК будем слушать ваше мнение, а также покажем, как эта схема, когда платишь не за маршрут, а за время, работает в других городах и странах. Так что не пропустите. Прямо сейчас короткий анонс рекламы, а после мы продолжим. Это воскресные новости. Он купил красноярской студентке дорогой автомобиль, но куда губернатор Хорошавин потратил еще 12 миллионов? И архитектурная безработица, какие проекты под видом оригинальных, нам представляют не красноярские архитекторы. Это воскресные новости, мы продолжаем. Это называют чуть ли не историческим событием. Теперь у Красноярска есть генеральный план. Его прияли депутаты городского совета в пятницу, 13 марта. Это основной городостроительный документ, определяющий перспективы развития города на ближайшие 20 лет. Генплан обсуждали и на общественных слушаниях. Не раз рассматривали депутаты, вносили свои поправки. Порой споры были горячими. В общей сложности на обсуждение ушло больше года. А последнее рассмотрение затянулось на два дня. 11 марта на сессии горсовета главный архитектор города представил на суд депутатов 6 поправок. Их обсуждали больше 4 часов. Было уже 6 вечера. Сессию решили перенести на пятницу, чтобы специалисты успели внести изменения в карту и схему. И вот в пятницу депутаты поставили финальную точку. Правда, как-то неожиданно спокойно. Безо всяких вопросов, обсуждений, споров. Просто приняли и все. За проголосовали 30 депутатов. Два воздержались, один не голосовал. Теперь специалистам нужно разработать правила землепользования и застройки. Их планируют вынести на публичное обсуждение к началу апреля. Затем на основе генплана и этих правил разработают проекты планировки отдельных территорий города. Комитет ФИСУ, который контролирует ход подготовки к универсиаде 2019, закончил визит в Красноярск. На встречах делегаты и власти обсуждали вопросы проектирования и строительства объектов универсиады. Но не услышали они самое главное. Красноярские архитекторы в работе над нашей универсиадой остались не у дел. Конкурсы на проектирование главных спортивных объектов выиграли столичные компании. Хотя, как красиво презентовали, это будет наша зима и наша универсиада. Юлия Мавшович с подробностями. Центр Сопка, он крупный. Значит, центр Радуга, он тоже крупный. А, допустим, тренерские блоки, они намного меньше. В этих двух томах планировкой отрисованы объекты для Сопки и Академии зимних видов спорта. Церабота красноярских архитекторов сейчас уходит в стол. Проектировать горнолыжные трассы, тренерский комплекс, комплекс трамплинов на нашей Сопке будут москвичи. От красноярских специалистов осталось только видение территории. Архитектор Борис Шаталов рассказывает, возрождением Академии зимних видов спорта он вместе с коллегами занимался последних 6 лет. Естественно, был расчет поучаствовать в универсиаде. Многие красноярские специалисты с удовольствием приняли бы участие в этом проектировании на условиях субподрядных или еще каких-то. Более того, мне кажется, что без участия достаточно широкого красноярской проектной диаспоры в эти жесткие сроки сделать на самом деле продукт очень качественный, просто может не получиться. Почему? Мы хорошо знаем территорию, мы на этой территории работаем. Когда я слышу, что перечисляются объекты, у меня где-то список тут был объектов, и за ними следует слово Москва, 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 потом Санкт-Петербург, потом опять Москва, Москва, Москва и так далее, и так далее. У меня было такое впечатление, что я присутствую на собственных похоронах. То есть зачем я в этом городе живу? Доктор архитектуры, профессор СФО Валерий Крушлинский более категоричен в своих высказываниях. Говорит, все красноярские архитектурные мастерские рассчитывали на эту универсиаду, но не рассчитывали, что это будет не их зима, а чья-то чужая. На проектирование объектов заложено 402 миллиона рублей, но в этой финансовой игре победу одержали федеральные проектировщики. Условием конкурса ты должен обеспечить заявку, а потом показать из банка бумажку, что у тебя на весь объект деньги есть. И ты год будешь проектировать бесплатно, только потом, когда сдашь проект, тебе деньги дадут. Ни авансов, ничего. Это разбой московский. Уверяю вас, сейчас и строительные работы Москва тоже себе заберет. Российские компании, выигравшие проектирование ключевых объектов универсиады, уже успели отметиться в Красноярске. Московский стиль, что запроектирует объекты для сопки и ледовую арену на партизана Железняка, проектировал для города несколько катков с искусственным льдом и спортивный зал в Советском районе. Тот типовой проект, что размещен на сайте компании ООО «Стиль», один в один похож на спорткомплекс в микрорайоне «Солнечный». Но то ли проект подвел, то ли исполнение. Здание не простояло от трех лет, треснуло по швам. Это вот как раз я говорю о том, что этот спорткомплекс стоит не на сваях, а на плитах, и поэтому вот такие небольшие движения, к несчастью, есть. Смотрите, трещина, сантиметр, скос, косяк вообще неровный. Еще одна компания «Росинженеринг» из Санкт-Петербурга зарекомендовала себя на проектирование олимпийских объектов в Сочи и Розихутер. Как строили олимпийские объекты, мы все помним. Теперь увидим лично, как питерцы изменят Академию зимних видов спорта проектом спорткомплекса «Радуга». Разработку краевой больницы доверили тоже фирме из северной столицы. Варфу «Медикал Инженеринг». А проектировать БСМП будут их коллеги из Екатеринбурга, из фирмы «Юникс». Обе эти компании, согласно информации сайтов, участвовали в строительстве и проектировании краевого онкодиспансера. Здесь немецкое покрытие, которое лежит, как нам говорили, в аэропорту Франкфурта на Майне. По 40 лет оно может лежать, можно на нем что угодно делать, и оно не будет никак выходить из строя. Вот прошел год, и оно выходит из строя, но не потому, что оно само некачественное, потому что заливка пола и, возможно, стяжка, были выполнены некачественно, в ряде необычных местах. В Министерстве строительства и ЖКХ Красноярского края говорят, проектировщиков выбирали на конкурсной основе, и в их профессионализме не сомневаются. Давайте начнем с того, что ни один конкурс не протестован и не отменен. Еще будут конкурсы на проектирование объектов деревни универсиады, которых еще пока не было. Поэтому я думаю, что красноярским архитекторам есть куда приложить свои творческие способности и усилия. Первые эскизы объектов универсиада уже готовы. Их покажут общественности в ближайшее время, обещают даже устроить народное обсуждение. До этого в спортивном строительстве к общественному мнению как-то неохотно прислушивались. Взять арену «Север», построенную почти за полтора миллиарда рублей и непригодную для проведения международных соревнований. Архитекторы до сих пор высмеивают этот московский проект, называя его не спортивной ареной, а цирковой. Еще один неприятный ляп всплыл на этой неделе. На футбол-арену «Енисей» по проекту новосибирцев потратили 1 миллиард 800 миллионов рублей. Но для летних игр «Манеж» не приспособлен. Могут возникнуть проблемы с вентиляцией. Юлия Мавшевич, Виталий Суботин. Воскресные новости. 15 миллионов рублей потратил губерантор Сахалинов в Красноярске. Василиса Лукашевич попыталась повторить и женский взгляд Юлии Сорокиной, Хорошавин, Васильева и городские чиновники. Что их объединяет? Это «Воскресные новости». Мы продолжаем все новые подробности нетрудовых доходов сахалинского губернатора Александра Хорошавина. Про миллиард рублей наличными у него, думаю, вы уже слышали. Теперь вот часы, говорят, за миллионы. Но красноярцы все обсуждают. Сообщение газеты «Коммерсант», когда стало известно, Хорошавин за три дня и ночи экономического форума потратил 15 миллионов рублей. Теперь-то понятно, это был такой дембельский аккорд перед арестом по делу о коррупции. Но куда в Красноярске можно было тратить деньги со скоростью 200 тысяч в час? Без сна и отдыха. Василис Лукашевич на этой неделе изо всех сил старался потратить столько же. Гипотетически, конечно, получилось даже больше. Смотрим, пожалуй, самый дорогой репортаж в истории воскресных новостей. Для наглядности, вот так выглядят 15 миллионов рублей в пятитысячных купюрах. Как раз хватит для того, чтобы заполнить вот такой пакет. Нам нужно потратить эту сумму в течение трех суток, то есть со скоростью 208 тысяч рублей в час. Хорошавин смог проделать это в Красноярске, значит, получится и у нас. Итак, начинаем с заселения. Самыми дорогими номерами во время Красноярского экономического форума были номера в отеле «Хилтон». Номер «Люкс» в дни форума стоил 16 тысяч рублей в сутки. Хотельеры признаются, самые высокопоставленные гости предпочитают бронировать номера в нескольких гостиницах в разных концах Красноярска. Не отстаем от моды и покупаем все трое суток в трех отелях. Мы потратили 135 тысяч рублей. В «Хилтоне» есть спа-салон, куда вип-гости постоянно наведываются. Вот, например, свою подпись оставила Ирина Хакамада. Сотрудники салона говорят, что во время последнего форума было много гостей, в том числе какой-то губернатор. Наша задача хорошенько потратиться. Услуга бани и массажа под названием «Медовый месяц» – 10 тысяч рублей. Ультразвуковая подтяжка лица – еще минус 80 тысяч. Приходят именно солидные мужчины, которые достигли на какого-то уровня и живут, как правило, на несколько стран. И именно они достигают этого лифтинг-эффекта. Так же, как и женщины. Высокостатусные, достаточно, которым нужно сохранить свой внешний вид на должном уровне. С учетом ежедневного массажа мы израсходовали на красоту за три дня всего лишь 110 тысяч рублей. Времени мало, а денег еще много. Так что отправляемся искать самый дорогой обед в нашем городе. От Сибири до любого ближайшего моря несколько тысяч километров. Так что роскошью считаются свежие морепродукты. Вот они – живые устрицы, морские гребешки и крабы. Ждут гостей с большими кошельками в аквариуме, которые стоят, как новенький «Мерседес». У него слабый, на самом деле, клешни, поэтому не бойтесь. Вот, видите, щипается. Это у него защитная реакция такая. Вот, в среднем, то есть, камчатский краб, например, большого размера может вытянуть на 35-40 тысяч. Мы посчитали. Даже если человек купил такого краба и все меню в самом дорогом ресторане, это всего лишь 100 тысяч рублей. За три дня такое трехразовое питание встанет нам в 900 тысяч. Всего лишь миллион. Хорошо, предположим, высокопоставленный гость захотел еще и выпить. В Красноярске самый дорогой коньяк Куруазье продается за 380 тысяч рублей. Допустим, он прикупил еще вина. Более 200 тысяч рублей стоит в нашем городе бутылочка «Шато Петрю» с 1988 года. Представим, что он купил три бутылки. И перемещался гость, конечно, не на 99-м автобусе. Берем в аренду на трое суток белоснежный «Хаммер H3». Страусиная кожа выглядит вот так вот, пупырчатая кожа. Акустика лимузина оснащена по самым высоким технологиям, то есть самый качественный звук. Час поездки на таком авто стоит 3000 рублей. За 72 часа всего лишь 216 тысяч. Куда же дети еще 12,5 миллионов? Я, конечно, не первый раз в лимузине еду, но хочу сказать, что из окна дорогой машины город смотрится значительно лучше, чем из окна, например, грязной маршрутки. Кстати, о машинах. На этой неделе воскресные новости выяснили, куда ушли 4 миллиона рублей губернатора Сахалина. Во время форума он преподнес щедрый презент одной из красноярских студенток в виде автомобиля «Лексус» в очень хорошей комплектации. Осталось потратить 8,5 миллионов. И мы, кажется, знаем, куда их направить. Мы выбрали кольцо с бриллиантом в три с лишним карата, серьги и подвеску. И вот тут наших денег не хватило. Набор стоит 16,5 миллионов рублей. В этот ювелирный салон Хорошавин, увы, не заглянул, а ведь он знатный ценитель таких вещиц. При обыске в его квартире, напомню, нашли ручку стоимостью 36 миллионов рублей. Мы посмотрели ее. Скорее всего, да, это камни. Это очень хорошее качество, бриллианты, инкрустированные и выполнены, возможно, из какого-то очень дорогоценного металла. Может быть, это даже не золото, а может быть, это платина. Во время всех экономических форумов традиционно много говорят об инвестициях. Так вот они, реальные 15 миллионов рублей, которые останутся в пределах нашего Красноярска, и часть из них осядет, например, в виде налогов. И ведь это только один человек потратил, о чем стало известно в результате грандиозного коррупционного скандала. А гостей у нас в Красноярске было несколько сотен, и десятки из них – это вип-персоны. Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода, Прибой мою тельняшку просолил, И я живу у самого восхода. Василиса Лукашевич, Виталий Субботин, Воскресные новости. Юлия Сорокина в своем женском взгляде, конечно, губернатора Хорошавина тоже не обошла стороной. Слушаем и смотрим прямо сейчас. Добрый вечер. Эта неделя стала для меня неделей каких-то финансово-весовых откровений. Но прежде всего в моих глазах померк образ горячо мной любимой Евгении Васильевой. У нее во время обыска изъяли 19 килограммов ювелирных украшений. И я все думала, ну как может быть 19 килограммов Сережи? Теперь мне стало понятно, какой наивной я была. У губернатора Сахалина Хорошавина во время обыска изъяли миллиард рублей наличными. В основном пачками из пятитысячных купюр. Если учесть, что вес каждой купюры около грамма, то получается, что губернатор для своих повседневных нужд хранил у себя дома 200 килограммов наличных денег. Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. Но губернатор Хорошавин жил, судя по всему, не просто хорошо, а совсем-совсем хорошо. Поскольку изъяли у него не только деньги, квартиры, машины, но даже такие изыски, от которых и Следственный комитет удивился. К примеру, чего только стоит обычная, казалось бы, пишущая ручка. Но стоимость такой ручки 36 миллионов рублей. 36 миллионов рублей. Ну, если уж Следственный комитет представить не может, то мы-то и тем более себе не представляем. Я вот вообще наивно и не знала, что такие ручки бывают. Но губернатор Хорошавин напрямую из СИЗО сообщил, что эта ручка из золота с бриллиантами вовсе не 36 миллионов стоит, а, цитирую, максимум миллион 300. И вовсе ему эту ручку не подарили. А сам он себе, губернатор, купил эту ручку максимум за миллион 300 в магазине. Ни у одного у меня чиновника такая, сказал Хорошавин. А вот в это я легко поверю. Явно не обо всех чиновничьих ручках мы еще знаем. Но, возможно, скоро узнаем что-нибудь интересное о чиновничьих подарках и премиях. Депутаты Горсовета Красноярска попросили прокуратуру проверить о многочисленной денежной подарке 26-ти чиновникам городской администрации по итогам прошлого года. По словам депутата Татьяны Рыкуновой, в прошлом году мэрия неоднократно награждала муниципальных служащих за, цитирую, выполнение заданий особой важности и сложности. Частота этих вознаграждений либо два раза в месяц, либо через шесть дней после окончания месяца. Вот это меня возмутило. Но как бы то ни было, а история губернатора Хорошавина стала уже среди чиновников и депутатов неким символичным образом. Давайте не будем превращать городской совет в коллективного губернатора Сахалинской области. Я уже пятый вопрос не голосую, потому что в этом участвовать не хочу. Кстати, образная речь очень свойственна некоторым нашим политикам и медийным персонам. Вот, например, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал с весенним обострением появившуюся в СМИ информацию о якобы болезни президента Путина и якобы отставке главы Роснефти Сечина. Песков сказал, «Как только весной появляется солнце, как только начинает пахнуть весной, начинаются обострения. Кому-то грезится отставка Сечина, кому-то отставка правительства, а кто-то несколько дней не видит по телевизору президента Путина». Конец цитаты. Ну что тут поделаешь, весна-весна. В любом случае, Песков пообещал, что президент скоро снова появится на больших экранах. Ну а пока на одном из аукционов Кёльна продали механическую фигурку Путина за 35 тысяч евро. Это больше 2 миллионов рублей. Имя покупателя не уточняется. Фигурку высотой в 51 сантиметр сделал знаменитый швейцарский мастер Кристиан Беи. Путин сидит за столом и под музыку вальса из джазовой сюиты Шостаковича подписывает договор о присоединении к Российской Федерации Республики Крым. В аннотации, предоставленной аукционным домом, сказано, что подписав договор, механически Путин удовлетворенно кивает. С робкой надежды на то, что в этом году нам с вами удастся отдохнуть хотя бы в Крыму. Всегда ваша Юлия Сорокина. Удачи! Спонсор прогноза погоды в городах нашего края Эконом мебель. Экономьте на цене, не экономи на качестве. Субтитры создавал DimaTorzok Прогноз погоды в нашем городе представляет сеть магазинов «Любимая обувь». Участвуй в нашем конкурсе в сети Инстаграм и получи сертификат на 3000 рублей в подарок. В Красноярске днём около ноля. Ночью минус семь. Небольшой снег. Ветер юго-западный 3,5 метров в секунду. Давление 739 миллиметров ртутного столба. Вот такой мы увидели прошедшие 7 дней. Итоги следующей недели подведём в следующее воскресенье в 20.00. В воскресных новостях, как всегда, свободно, без цензуры. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok